Это было неожиданное решение. Многие считали, что ее выбор пойдет на губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиру, как признание его центристских взглядов. Но Тиму Уолтсу, как считается, очень симпатизирует на Среднем Западе. Он свой человек, очень скромный, работал учителем и футбольным тренером. То есть это такая очень американская картинка, а это очень важно при выборе кандидата в вице-президенты, который будет участвовать в одной кампании с потенциальным президентом. Действительно, мы слышали, что в политическом и экономическом плане Уолтс склоняется влево, но команда Харрис надеется, что этот американский образ Уолтса, который я упомянул, поможет им вернуть избирателей, которые переметнулись на сторону Трампа. Насколько охотно в последнее время за него голосовали избиратели-центристы? Миннесота выбивается из общей картинки на Среднем Западе, который обычно голосует за республиканцев. Миннесота чаще всего за демократов, то есть она голосует не так, как штаты по соседству. Тем не менее, это ни в коем случае не то, что республиканцы обычно называют космополитическим местом либеральной элиты. Миннесота — это все же Средний Запад. И Уолтсу удавалось выигрывать там, где раньше побеждали республиканцы. Он получил место в Конгрессе от региона, который считался консервативным, и при этом победил республиканца. Губернатор Миннесоты до него тоже был республиканец. Эти результаты Уолтса дают команде Харрис надежду на победу в ноябре среди сомневающихся избирателей, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. А что из биографии Уолтса может стать объектом для атак со стороны команды Дональда Трампа? Они будут атаковать его так же, как атаковали любого другого политика. Трамп клянит противников за то, что они слишком либеральные, леворадикальные. Мы уже слышали это из уст Джей Ди Вэнса. Консервативный публицист Бен Шапиру тоже заявил, что Уолтс — это хороший подарок для республиканцев. То есть, кого бы ни выбрала Харрис, критика республиканцев будет одной и той же. Слишком радикальный, слишком левый. Но в действительности Камала Харрис — уверенная центристка. Для некоторых демократов она даже слишком консервативна. И даже Уолтса с его левым уклоном можно назвать левым политиком только в американских реалиях, где не особо разбираются в разнице между либералами и левыми. То есть, Трамп будет использовать для атаки уже заготовленные клише.